Тяжело всегда комментировать после поражения, плюс с крупным счетом. И плюс игра не была того уровня, на который мы рассчитывали, к которому мы готовились. Видимо, все-таки сказалась напряженность ритма, что три дня назад мы играли. И опять травмы после прошедшей игры, что Роберт опять не смог сыграть. А Рам не восстановился, не смог сыграть. Поэтому опять пришлось перекраивать линии обороны. И Петрос не в том состоянии, чтобы так часто играть. Игры еще после травмы восстанавливаются, еще кондиции не набрал. Поэтому здесь нужно было все совмещать, попытаться найти оптимальный вариант. Но то, что сегодня мне не понравилась, немножко какая-то скованность в игре в первом тайме. Особенно, когда соперник нас прессинговал высоко. Мы об этом говорили, что как выходить из этого прессинга. Но не всегда получалось. Поэтому было излишнее давление. Было, скажем так, недостаточно хорошее движение вокруг игрока с мячом, чтобы выходить из этой ситуации. Качество неправильно, немножко было не того качества передачи, приема мяча. Ну то есть маленькие детали, которые в конце дня решают самую главную проблему. Ты потерял мяч, ты отдал неточный пас. Я говорю о простых пасах. Сложные пасы там, скажем, не долетали, которые пытались за голову закинуть. Было открывание, но мяч не долетал, перехватывал. Хотя несколько моментов в первом тайме были. Могли выдавить из моментов, не спеша, если бы не спешили с принятием решения. Может быть могли выдавить что-то. Получили в раздевалку ненужный гол. Понятно, во втором тайме стали догонять. Опять получили. Забили, могли еще забить. Даже в конце, может быть, могли и сравнять. Но могли бы заполучить. Поэтому здесь игра переносится наша 30-го числа. Наверное, это в данной ситуации хорошо, чтобы получить эту паузу, залезать раны, восстановить игроков, где-то подтянуть игроков к уровню функциональному, на котором они должны быть все. А не так, что один лучше, другой хуже. Понятно, для этого были и причины, что один хуже, другой лучше. Поэтому это время будем использовать, чтобы залечить все эти микротравмы и игроков вывести на одинаковый уровень. Хотя не знаю, еще не знаю, сколько человек заберут, сколько будет. Но со всеми, те, кто останутся за сборную, не поедут. Будем работать дальше. Давайте вопросы лучше тогда. Спасибо. Спасибо.